Мы продолжаем. Амурский газоперерабатывающий завод в ближайший год расширит штат строителей до 25 тысяч человек. Первые две линии запустят в 2021 году, а на полную мощность ГПЗ запустят через 7 лет. Как готовят будущих специалистов для предприятий, выяснил Артём Ямщиков. Благовещенск. Единственный в России крупный город, да ещё и областной центр, который находится прямо на границе. Видите, на том берегу Амура, в 500 метрах отсюда, китайский Хэйхэ, а здесь российский Благовещенск. Летом действует паромная переправа, на будущее строят мост. Но не только транспортные мосты налаживают страны, но и энергетические. Фундаментом такого энергомоста на российском берегу станет Амурский газоперерабатывающий завод или, коротко, ГПЗ. Он будет самым крупным в России и вторым в мире. Руководить этой стройкой. Что это в вашей карьере лично для вас? Начал заниматься этим проектом ещё на стадии разработки основных технических решений. И сейчас, когда наблюдаешь за тем, что происходит, ну, наверное, ощущаешь гордость, что мы строим такой объект. Завод строят у границы с Китаем. Газ для Поднебесной пойдёт с Чаиндинского и Кавыктинского месторождений. Он богат ценными компонентами – этаном, пропаном, бутаном и гелием. Их выгоднее продавать отдельно. А в Китае пойдёт только чистый метан, согласно контракту. Для разделения газов как раз и строит Амурский ГПЗ. Проект масштабный. Эксперты с ним связывают экономический бум в регионе. Не случайно тут создали территорию, опережающую социально-экономическое развитие. Причём воспользоваться её льготами могут не только крупные компании, но и местный, малый и средний бизнес. Так для приезжих специалистов уже строятся гостиницы и кафе. Как следствие, стали расти доходы и населения, и городского бюджета, рассказывает мэр свободного Владимир Константинов. Здравствуйте. Добрый день. Ну, в целом, эта жизнь, я так понимаю, в свободном-то меняется, в лучшую сторону? Я думаю, что бурлит. Бурлит? Ну, надеюсь, что в этом смысле и жители тоже чувствуют эти перемены. В прошлом году нам удалось погасить все долги, которые были у городского бюджета за счёт тех поступлений, которые приходят нам налоговыми доходами, в том числе и от строящегося Амурского газоперабатывающего завода. Завод строит в 20 километрах от свободного. Запуск первых линий уже через два года, так что стройка кипит. Самая длительная оказалась подготовка площадки. В Сопках выровняли огромную территорию и подвели к ней дорогу. Масштабы строительства Амурского газоперабатывающего завода поражают. Длина только одной технологической линии более километра. А их тут шесть. Так что площадь всей стройплощадки почти 900 гектаров. Тут с лёгкостью поместились бы 3,5 Люксембурга или более тысячи футбольных полей. На площадке уже установили основное оборудование для двух технологических линий. На весь завод уйдёт огромное количество бетона. Его хватило бы на строительство 170 монолитных многоэтажных домов. А из всего металла можно было бы построить 23 эйфелевые башни. Основные работы ещё впереди, говорит Евгений Шилгин. Он зам главного инженера. Колонны-то они огромные. Какого размера? Ну, если говорить про колонну-диметонизатор, то это 87 метров высота, полторы тысячи кубометров внутренний объём и массой порядка 820 тонн. Колонны доставляли в таком виде, в котором вы их видите, морским путём до Хабаровского края, в порт-де-Кастре. Там уже перегружали на барсбуксирные составы, предназначенные для хождения по реке. Был специально изготовлен речной флот, и часть пути проходила по Нижнему Амуру до Благовечества. Там была перегрузка, и уже по реке Зее поставляли в порт, который мы здесь построили, причал. Для прохода судов с оборудованием местами пришлось углубить русло. Выгрузка техники на берег и её установка – настоящая спецоперация. Ведь оборудование отличается не только размерами, но и сложностью. Это самая современная в мире. За счёт него будет достигнуто высокое качество переработки сырого газа. Вот тут будет у нас установка очистки и осушки газа природного. То есть вот эта площадка, да? Вот эта, да. Дальше поступает вот на этот блок, где мы с вами стоим. Здесь происходит уже захолаживание и первичное разделение, отделение метана. Вот колонна выделения метана из газа. Дальше находится установка получения гелия. Кроме знакомых многим воздушных шариков, гелий используют и для вполне серьёзных задач. Для обеспечения работы медицинского оборудования, для получения чистых металлов и как хладоагент в космической отрасли для пусков ракет. К примеру, без гелия не могут работать большой андронный коллайдер и томографы. При этом его запасы у лидера рынка США снижаются. А вот в сибирском газе его много. Амурский ГПЗ будет производить рекордные 60 миллионов кубов в год. За счёт чего Россия подеснит Катар и, возможно, Соединённые Штаты Америки. Получают из сырого газа ценные компоненты за счёт снижения температуры в этих колоннах. Жидкий гелий – самое холодное вещество на Земле. Его температура близка к показателю в космосе. Рекордные минус 269 градусов. В каждой установке свой режим. За счёт чего в верхних и нижних их частях отделяются только определённые компоненты. Пропан, бутан, пентан. Кроме того, на этой установке мы выделяем этан. Это С2С2. И кроме того, на этой установке мы выделяем азотно-гелевую смесь. Всё это ценнейшие для газохимической промышленности газы. Пропан и бутан служат топливом, а из этана получают полиэтилен. Используют его как в быту, так и в производстве автомобилей и даже медицинского оборудования. Тут рядом должен начаться. Этим летом строится новый завод – Амурский ГХК. И там будет поставляться им. Но это в будущем. В настоящем на площадку Амурского ГПЗ уже прибыло новейшее оборудование для переработки газа, рассказывает главный инженер Артём Яшин. Он отвечает за строительство. Говорит, кадры решают всё. Особенно во время установки, наладки и запуска агрегатов. Так что высококлассных специалистов тут ждут. В первую очередь мы привлекаем специалистов-энергетиков. Это специалисты по обслуживанию электроустановок, специалисты по обслуживанию котлов, установок водоподготовки, установок по очистке сточных вод. И я думаю, уже к середине 2019 года мы начнём уже приём специалистов-технологов. Сейчас ГПЗ строит 11 тысяч человек, а в ближайший год штат обещают удвоить. Это в основном временные работники. Когда оборудование установят, его передадут специалистам по пусконаладке. Они будут готовить завод к запуску. На этапе эксплуатации работать тут будут около 2,5 тысяч человек. Для сотрудников в городе уже строят целый микрорайон. Места в нём хватит всем. Это будет современный посёлок. У нас предусматривается строительство пятиэтажных жилых домов, таунхаусов 36, будет своя поликлиника на 220 посещений взрослых, 70 посещений детей. Также мы полностью предусмотрели по нормам проектирования эту среднюю школу на 900 учащихся. Елена Чудакова показывает место для будущей школы. Она в компании отвечает за подбор персонала. Говорит, для привлечения высококлассных специалистов важно создавать хорошие условия не только труда, но и отдыха после работы. Так, по-моему, здесь появится целый комплекс зданий, спортивных сооружений. В частности, здесь будет школа, мне сказали, правда? Да, совершенно верно. И она здесь находится, потому что здесь неподалёку уже существующие интернаты, и тут какие-то спортивные объекты тоже будут для детей. Да, конечно. Этими спортивными объектами смогут пользоваться и школьники, и дети из интерната. Местные детишки. Ну, отлично. Для детей спортзал, два бассейна. Для взрослых появится концертный зал, торговый комплекс и центр бытовых услуг. Вот в эксплуатации производственного объекта с высокотехнологичным сложным оборудованием. И, естественно, эти работы требуют высокого уровня компетенции. И этим уровнем компетенции обладают те специалисты, которые достаточно давно проработали в газопереработке. У нас есть такие предприятия. Эти предприятия находятся в Оренбурге, в Астрахани, в Башкирии, в Сургуте. И для того, чтобы привлечь специалистов, мы должны создать соответствующие условия. И на самом деле эти условия уже создаются. Отбирают специалистов по квалификации. В остальном все на равных. Убедился Денис Черенков. Он энергетик. Отвечает за подачу тепла на объекты. Мы встретились с ним в котельной. Я подготовил резюме. Подробное резюме. Изложил весь свой опыт работы, должностные обязанности. С каким оборудованием работал. И откликнулся. По прошествии некоторого времени раздался звонок. Где мы сказали, Денис Игоревич, я говорю, да. Вас еще интересует? Я говорю, да, конечно. Ну и с этого момента началась уже работа. Я пришел домой и сказал жене, что так и так, если меня возьмут, надо будет переехать в город свободный на Дальний Восток, Амурская область. Единственное, что мне жена сказала, если, говорит, ты все проверил и ты уверен, мы, говорит, с детьми пойдем за тобой на край света. И пошли. Точнее, поехали в город свободный Амурской области. Газпром предоставил семье трехкомнатную квартиру с мебелью и всей бытовой техникой. В обеденный перерыв Денис пригласил нас к себе в гости. Ну, у вас уютно здесь, тепло. Первыми нас встречают дочка Арина и лабрадор по кличке Ириска. Дай лапу. Дай лапу, какой ты молодец. Вскоре показался и сын Богдан. Богдан, поздороваешься? Меня Артем зовут. Давай за руку, как большие. Пока мама нет дома, на правах младшей хозяйки, Арина знакомит нас с детской. В свободный Черенково переехали недавно. Поэтому спрашиваю, как на новом месте, как в садик. Хорошо. Вот здесь мы ходим в кружки, в бассейн. Да, здесь есть бассейн, он был построен по программе «Газпром детям». Коньки еще. Коньки, подготовительные курсы к школе. О перспективах подрастающего поколения в «Газпроме» думают уже сейчас. В первой школе открылся профильный класс для будущих специалистов Амурского ГПЗ. Есть в вашей школе «Газпром-класс»? Да. А на каком этаже? На третьем. Хорошо, спасибо большое. Счастливо. Ну, давайте поприветствуем. Директор школы Сторжева Альбина Васильевна рассказывает, отличает новый класс углубленное изучение точных наук. Математика, физика усиленные, информатика и химия. То есть вот эти четыре предмета, которые они дополнительно изучали. Я уже выбрал направление. Какое? Автоматизация технологических процессов производства. А что это такое? Объясни, что ты будешь автоматизировать и какие процессы технологические? Технологические будут работать с механизмами. Экскурсии на строительную площадку завода – обязательная программа обучения и этих школьников, и учащихся местного колледжа. Тут тоже готовят будущих сотрудников ГПЗ. В лабораториях колледжа установили современное оборудование. Недавно на их базе прошел региональный этап мирового чемпионата профессионалов WorldSkills, рассказывает Наталья Черных. Она стояла у истоков создания этих классов. Это новые профессии, которым ранее в Амурской области не обучали. Какие профессии? Очень востребованное у нас направление – это лаборант-эколог, машинист насосов и компрессоров и оператор нефтепереработки. С 2019 года мы так думаем, что первый набор все-таки эксплуатирующего персонала будет. И вот мы хотим какую-то часть заполнить именно выпускниками, выпускниками вузов и выпускниками колледжа. То есть жителями этого региона. А значит, у этих ребят будет больше причин оставаться на малой родине. Ведь здесь, на Амуре, их уже ждет работа. На самом крупном и современном в России газоперерабатывающем заводе нового поколения, который станет фундаментом не только для энергетических мостов в Азию, но и успешной карьеры.